Для интерпретации модели хорошо бы вспомнить некоторые теоретические основы. Логистическая регрессия, в отличие от линейной, моделирует не сам по себе Y, а логит. Что такое логит? Уже рассказал в одной из предыдущих серий, ссылку да. Ну а сейчас немножечко напомню. Первый шаг. Моделируется именно логит. Справа обычный линейный многочлен, такой же, как линейная регрессия. Логит – это отношение вероятностей, помещенное внутрь логарифма, обычно натурального логарифма. Логит служит основой для расчета вероятности каждой категории Y. Как это происходит? Посредством решения системы уравнений. В моем примере у Y три категории, а в примере для бинарной логистической регрессии, рассмотренном в одной из предыдущих серий, было две категории. В бинарной логистической регрессии формально нет никакой референтной категории Y, но фактически та категория, которая стоит в знаменателе в бинарной логистической регрессии, выступает в роли референта. И здесь та же история, только уже эксплицитно используется терминология референтная категория Y. Референтная категория Y – это та, которая стоит в знаменателе логита. В моем примере я назначил референтной категорией нулевую, то есть отсутствие рейтинга. И как вы видите, и в этом логите вероятность этой категории в знаменателе, и в этом логите вероятность этой же категории в знаменателе. Первые два уравнения системы, и вот третье уравнение системы. Первые два уравнения основаны на логитах, а третье уравнение основано на том факте, что сумма всех вероятностей категории Y должна быть равна единице. Также очевидно, что если бы в моем примере Y имел не три категории, а четыре категории, то уравнение в системе стало бы четыре. Три уравнения с логитами и одно уравнение с суммой равной единице. Чтобы в дальнейшем перейти к расчету, вероятно, следует трансформировать первые два уравнения системы. Я потенцирую обе части первого уравнения и обе части второго уравнения. То есть беру экспоненту в этой степени, равняется экспоненту в этой степени. Тем самым я избавляюсь от логарифма, вот она, экспонента в степени логит при Y равном единице умножить на вероятность того, что Y равен единице. То есть я экспоненту возвел в эту степень, здесь логарифм пропал, и я могу знаменатель оттуда взять и перенести налево. Так я и сделал. Но потом еще развернул, чтобы было удобнее. Левую и правую части поменял местами. То же самое я сделал со вторым уравнением системы. Абсолютно то же самое. Разница этих двух уравнений только потому, что здесь вероятность того, что Y принимает второе значение. Высокий рейтинг. И логит соответствующий. Выразив таким образом вероятность от Y1 и вероятность от Y2, я подставляю эти вероятности в это уравнение, в третье, вместо этого члена и этого члена. Вот что получается. Смотрите, P от Y равной 1 я заменил на это выражение. P от Y равной 2 я заменил на это выражение. В этом уравнении присутствует только одна неизвестная величина. Это P от Y равного 0. Логит от Y равного 1 и логит от Y равного 2. Известные величины. Они будут представлены в таблице выдачи SPSS. Упрощаю левую часть этого уравнения. Каким образом? Выношу P от Y равной 0 за скобки. Вот. За скобками P от Y равной 0. А внутри скобок единица прибавить. E в степени логит от Y равного 1. Плюс E в степени логит от Y равного 2. Теперь можно то, что в скобках, перенести в качестве знаменателя направо. Переношу. При помощи этого уравнения с одним неизвестным и при помощи таблицы, которую мне выдаст SPSS, я найду вероятность Y равного 0. Подставлю эту вероятность сюда и сюда. И найду вероятность Y равного 1 и вероятность Y равного 2. То есть найду три искомые вероятности. Вот эти три искомые вероятности. На последнем шаге останется их сравнить. Какая из них больше? Та категория Y, которая будет иметь большую вероятность и будет считаться наиболее вероятной при рассматриваемом сочетании X. Именно эта категория Y и будет выбрана при рассматриваемом сочетании X. Как выглядит уравнение в моем примере? Уравнение выглядит как два уравнения. Первое уравнение. Для логита Y равен низкий рейтинг. То есть Y равен 1, минус 3,52, минус 4 сотых на количество номинаций. Это констант. Минус 4 сотых на количество номинаций. Плюс 7 сотых на количество лицензий критиков. Минус 12 сотых на пользовательский рейтинг, смещенный в ноль. И плюс 6 сотых на год выпуска. Куда я это узнал? Из выдачи с PSS. Вернемся. Вот эта табличка, большая табличка. Вот эти коэффициенты. Отсюда я их и взял. А вот для второго уравнения Y равен высокий рейтинг. То есть Y равен 2. Вот для него коэффициенты. Вернемся к уравнению. Это для низкого рейтинга и для высокого рейтинга. X те же самые, коэффициенты у них поменялись. И константа поменялась. Вот серым я выделил поменявшийся коэффициент. Только один коэффициент остался одинаковым, что для высокого рейтинга, что для низкого рейтинга. А все остальные поменялись. Это логично. Если бы они были бы одинаковыми, все коэффициенты были бы одинаковыми, тогда при одних и тех же x получались бы одни и те же значения y. В этом не было бы смысла. Переношу табличку с коэффициентами в Excel, чтобы считать значения y для разных значений x. Начну интерпретацию с констант, поскольку уравнений 2, то и констант 2. Первая константа равна логиту отношения вероятности наличия у фильма низкого рейтинга к вероятности отсутствия у фильма рейтинга при нулевых значениях x. То есть минимальном количестве номинаций, минимальном количестве рецензий критиков, минимальном рейтинге пользователей и минимальном годе вывода. Вторая константа равняется логиту отношения вероятности наличия у фильма высокого рейтинга критиков к вероятности отсутствия у фильма рейтинга критиков при тех же самых нулевых иксах. 0 номинаций, 0 рецензий критиков, 1 пользовательский рейтинг, но у меня он смещен в 0, поэтому переменная в уравнении принимает значение 0. И минимальном годе выпуска он тоже смещен в 0. Сразу видно, что поскольку обе константы отрицательные, они обе намекают на преобладание вероятности отсутствия у фильма рейтинга критиков. Причем вероятность отсутствия у фильма рейтинга критиков преобладает сильнее над вероятностью высокого рейтинга, чем над вероятностью низкого рейтинга. Потому что здесь константа глубже в минус, чем здесь. Но посчитаем, сами вероятны. Логит посчитать нетрудно, поскольку пока что я интерпретирую только константы, то итоговый логит по всему уравнению и равен константе. Минус 3,526. Беру экспонент и возвожу в эту степень, получаю 29 тысяч. То же самое со второй константы. Экспонента в степени минус 7,856 дает очень маленькое число. Дальше. Согласно принципу решения системы уравнений, а именно вот этому уравнению, рассчитываю вероятность того, что у равен 0. 1 разделить на сумму 1 плюс e в степени первая константа и e в степени вторая константа. Получилось 97%. Действительно, вероятность того, что у примет значение 0 при нулевых х очень велика. Но посчитаем и вероятности наличия рейтинга, то есть вероятности p1 и p2. Снова обращаюсь к системе уравнений. Чтобы посчитать вероятность того, что у равен 1, надо умножить e в степени логи, в моем случае это просто e в степени константа, умножить на вероятность у равного 0. И то, и другое у меня уже есть. Считаю. e в степени константа умножить на вероятность p от y равной 0. Получил вероятность 29 тысяч. Очень маленькая вероятность. Еще меньшая вероятность получится для y равного 2. То есть наличие высокого рейтинга. Тот же самый принцип. e в степени константа умножается на вероятность нулевого у. Получается очень маленькое число. Проверим. Равны ли эти три вероятности в сумме единиц? Да, равны единиц. Очень хорошо. С константами разобрали. Я возьму те же значения, которые брал в серии про бинарную логистическую регрессию. 0 номинации, 35 рецензий критиков, несмещенный юзер рейтинг. Видите, реальное значение. Несмещенный юзер рейтинг 100. И год 2017. Могу я взять 2017? Почему нет? Регрессионная модель позволяет экстраполировать найденные закономерности. То есть распространять их на те значения x, которых нет в базе данных. Первые два x не требуют смещения, поэтому они остаются такими же. А юзер рейтинг, пользовательский рейтинг на сайте IMDB начинается с единицы, поэтому я его сместил на единицу. И получается, что при реальном юзер рейтинге 100, юзер рейтинг смещен на единицу 99. И год я смещал в моей базе. Год начинается с 2007. На эту величину я и смещал. Получается 1010. Подставляю эти значения. Сначала беру константу. Дальше. Номинации дают 0, потому что у меня 0 номинаций. Значит, 0 умножить на коэффициент получаем 0. Дальше. Коэффициент при количестве рейтинг-критиков умножается на 35. И так далее. 5 членов уравнения. В сумме дают 49. 49 это логи. Экспоненту надо возвести в степень 49. Здесь будет очень большое число. Что вы увидите. Оно не по месяцу лечит. То же самое делаю со вторым уравнением. Подставляю эти значения и добавляю константу. Константа и значение х умноженное на коэффициенты. За счет того, что коэффициенты здесь немножечко другие, я и сумму получаю другую. 143. Таким образом, е в степени 143 еще большее число. Видите, оно очень большое. Считаю вероятность нулевого у. Пользуясь той же самой формулой. Единица разделить на сумму. Единица плюс е в степени первый логид. Плюс е в степени второй логид. Посчитал, получил очень маленькое число. Очень маленькая вероятность. То есть, при таких х, при таких х, ненулевая вероятность будет преобладать. Считаю вероятности P1. Оказалось, тоже очень маленькое число. Зато вероятность P2. То есть, вероятность второго значения у. Вероятность наличия высокого рейтинга у фильма. Почти единица. Ну, здесь вообще единица. Ну, конечно, единица никогда не может быть достигнута в мультинамиальной регрессии. Это число просто очень близко к единице. И округленное до единицы в Excel. Хорошо. Допустим, я хочу поменять входные данные и хочу рассмотреть фильм с очень низким пользовательским рейтингом. Минимальный пользовательский рейтинг на сайте NDB единица. Значит, со смещением получится ноль. А год выпуска пусть будет 2022. Что получается? Получается, что две вероятности очень близки одна к другой, конкурируют между собой. И я думаю, если посчитать для них дебритные интервалы пересекутся, вероятность того, что у фильма не будет никакого рейтинга и вероятность того, что у фильма будет низкий рейтинг от критиков. Модель работает. Спасибо за внимание.